Добрый день! Начинается программа «Особое мнение» до часа в 13.06. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую моего гостя, Ян Чеботарёв, юрист в нашей студии. Ещё «Особое мнение» мы сегодня услышим. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Давненько вы у нас не были. Я думаю, что сейчас будете чаще появляться, чаще буду приглашать. Вы не против? Нет, спасибо. Не против. Нашим слушателям хочу напомнить о том, что на сайте хакирова.ру есть не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, заблаговременно выкладываются анонсы особых мнений. Было анонсировано и ваше особое мнение. Я вот сейчас посмотрю в процессе эфира. Пришли к вам вопросы и неожиданно вам их задам, с вашего позволения. Хорошо. Неожиданный вопрос. Я постараюсь ответить. Давайте перейдём к повестке дня. Запланировали мы поговорить на очень разные темы, не только юридические, касающиеся права, но и общечеловеческие темы. То, что интересует, надеюсь, многих и многих наших слушателей. И начну с темы, которые в юридическом сообществе, наверное, обсуждаются в последнее время широко, да и не только в юридическом, но и обычные граждане об этом много говорят. Я имею в виду приговор в отношении бывшего директора центрального рынка Сергея Лузянина. Напомню, что в прошлый понедельник Первомойский районный суд вынес приговор в отношении этого человека по двум статьям. Растрата и превышение должностных полномочий Сергей Лузянин был оправдан. И осталась лишь только одна статья о нанесении побоев представителя власти. По этой линии Сергей Евгеньевич получил полтора года колонии и поселения. Накануне стало известно, что защитники Лузянина собираются обжаловать и этот приговор в Кировском областном суде. Известна реакция генерала МВД по Кировской области Сергея Солодовникова, который назвал это решение суда неправомерным и предложил подождать до окончательного вынесения и дальнейшие действия какие-то произвести. Все уже СМИ, наверное, гордо сообщили о том, что полтора года, как известно, истекает в июле этого года. СМИ также написали о том, что когда приговор в Первомайском областном суде был вынесен, оглашен, журналисты и родственники судье просто-таки аплодировали. Вот вы бы тоже поаплодировали? Если бы был родственником, конечно. Вы как оцениваете то, что произошло? Ну, вы знаете, я, наверное, соглашусь на данном этапе с мнением господина Солодовникова. С учетом того, что приговор в законную силу не вступил, я думаю, что будут поданы жалобы как со стороны посудимого, так и со стороны гособвинения. Ну, наверное, имеет смысл дождаться решения вышестоящего суда, Кировского областного суда. Тогда будет поставлена какая-то промежуточная точка в данном деле. Приговор вступает в законную силу как раз по рассмотрению жалоб. Можно будет уже что-то комментировать в части доказанности, недоказанности вины Сергея Евгеньевича в том или ином деянии. Неожиданным был для вас вот этот приговор именно такое решение? Ну, вы знаете... Ожидали большего? Меньшего? Ну, про сроки говорить ничего не буду. Просто по практике, по практике, достаточно редко суды выносят оправдательные приговоры. Во многом потому, что и правоохранительные органы стараются не направлять заведомо безнадежные дела в суд. То есть там, где невозможно доказать вину человека, никакого смысла вытаскивать это дело на судебное рассмотрение. Как правило, нет. Почему? Потому что оправданный в данном случае и Сергей Евгеньевич имеет право на определенную компенсацию за то, что в течение длительного времени привлекался к ответственности по двум статьям. Поэтому по этим растраты... Растраты превышения полномочий. Вот. Так что здесь, я думаю, что имеет смысл действительно дождаться решения высшестоящего суда, который будет рассматривать апелляционные жалобы. Ну и дальше уже делать какие-то выводы в части виноват, не виноват, доказано, не доказано. Он бил, либо упал полицейский где-то. Слышал я такую версию, что накануне, по-моему, этого задержания, чуть ли не катаясь на снегоходе, сотрудник полиции сам упал и повредил себе ребра, по-моему, да? Вот. Так что ждем суда. У нас на сайте и в нашем эфире наши коллеги-новесники озвучивали новость о том, что накануне под точно той же статьей Уголовного кодекса нанесения побоев представителю власти был вынесен приговор жителя Униинского района за то, что он разбил нос полицейскому. Его приговорили к двум годам колонии строгого режима. Там масса комментариев у нас на сайте, там параллели с Узяниным, естественно, проводят. Вот видите, там здесь так, колония поселения, а здесь два года строгача. На мой взгляд, неправильно сравнивать внешне похожие дела. Почему? Во-первых, колония поселения, почему? Преступление, в совершении которого суд признал Сергей Евгеньевича Узянина виновным, не относится к категории тех преступлений, за которые назначается наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении столь строгого режима, как колония строгого режима. Тем более, что судимости, насколько я представляю, у Сергея Евгеньевича нет. И, соответственно, по данному преступлению, по-моему, это средний тяж, человек должен по закону отбывать наказание именно в колонии поселения. Если мы сравниваем с делом в Нинском районе, мы же не знаем, кто совершил это преступление. Может быть, это человек, который ранее уже осуждался. Отягчающие какие-то обстоятельства. Да, отягчающие обстоятельства, рецидив преступлений. То есть, в прямую вот так ориентироваться только на схожесть составов нельзя, потому что, согласно УПК, Уголовного процессуального кодекса, суд, назначая наказание, обязан. И, как правило, руководствуется не только тяжестью совершенного деяния, но и личностью правонарушителя. То есть, кто-то раскаивался, искупил, осознал, случайно, не случайно пытался как-то загладить причиненный вред. Ну, кто-то, наоборот, заявлял о том, что я выйду, освобожусь, и еще раз этому же милиционеру, полицейскому, еще раз выносу тупо. На прошлой неделе у нас особое мнение было в гостях Михаил Полюснин, член общественного палата Кировской области. Он, так напрямую, не стесняясь, сказал о том, что приговор Лузянина, вот эти полтора года колонии-поселения, был согласован с вышестоящей судебной инстанцией. Нет у вас такого подозрения? Ну, а что считаете вышестоящей судебной инстанцией Кировской обоснованной? Ну, да. Я сильно сомневаюсь, что по поводу приговора Сергея Евгеньевича Лузянина устраивались какие-то совещания, где обсуждался вопрос, какой приговор выносить. Сильно сомневаюсь. Судьи в любом случае как-то общий тренд улавливают. Ну, в данном разе, ну, давайте так, мне не представляется то наказание, которое назначено именно по той статье Уголовного кодекса, по которой суд счел Лузянина, совершившим преступление чрезмерным. Ну, да, разбили нос, либо сломали ребро представителю власти. Это неправильно, это имерзительно, это преступление. Причем, на мой взгляд, законодателю следует подумать, чтобы ужесточить сроки за совершение подобного рода преступлений. Но, тем не менее, полтора года лишения свободы, ну, это существенно. Насколько в вашем понимании возможность того, что Лузянин выйдет в свободу сразу же издание суда? Ну, давайте читаем. Ну, сейчас мы переходим, да, процесс рассмотрения реакции. Да, срок у него, вы сказали, истекает в июле, да? В июле, да. В июле. Сейчас у нас середина мая практически. В принципе, вероятность такая есть. Почему? До написания каких-то жалоб стороны имеют право ознакомиться с материалами дела еще раз, что, по большому счету, откладывает и продляет сроки для подачи апелляции. Суд апелляционной инстанции, с учетом загруженности, рассматривает апелляционные жалобы тоже не на следующий день. Вряд ли здесь будет такая оперативность, как у Евгения Навального, например. Вот, поэтому, ну, какое-то время рассмотрение этой апелляции по ее подаче, конечно, займет. Теоретически, да, это возможно, что это утянется и до июля. Ну, обычно, по практике, хватает примерно где-то месяца полутора. Кстати, прозвучало, да, фамилия Навальный. Параллели какие-то проводите? Помните, как всколыхнулась общественность, да? Сначала приговор Ленинского, потом замена реального на условный срок Кировским властным судом. И вот сейчас тоже непонятно, какое наказание в представлении небольшого числа населения. Нет никаких параллелей? Нет, параллели я здесь, наверное, не смогу никакие провести. Личности и Навального, и Лузянина, на мой взгляд, они не схожи. Сергей Евгеньевич более плотно общался с местными властями, чем господин Навальный. Плюс деяния, которые вменяются в настоящий момент Лузянину, и опять же, то, что суд счел доказанным, все-таки они абсолютно не похожи на те действия, которые вменялись Навальному. У Навального было растрата, по-моему, присвоение, да. Лузянин сейчас, по первой инстанции, осужден за насильственные действия в отношении представителя власти. Но это разный состав, абсолютно. Параллели я не возьму, что проводить. Опять же, немножко предвосхищаем, может быть, тот вопрос, который у вас, Владимир, на языке, у наших слушателей и так далее. Я бы, наверное, не говорил о том, что это заказное решение. Очень тяжело комментировать чего-то, не видя материалов, не обладая всей информацией, которая была представлена в суду. Давайте дождемся касаться. На самом деле, бывают ошибки в работе у всех, и у судей, и у органов следствия. Ну, я думаю о том, что мы, как законопослушные граждане, должны руководствоваться тем, что написано у нас в Конституции, о том, что все-таки судебная власть принадлежит только суду. Дождемся решения областного суда. Возвращаясь к комментарию Солодовникову по поводу этого приговора, а что полиция после вынесения приговора к Кировским областным судам может оказать какое-то влияние? Ну, давайте так. Сторонами уголовного процесса являются подсудимые и органы гособвинения. Это прокуратура. Ну, наверное, как-то высказать свое недоумение, недовольство приговором у МВД, наверное, сможет. Но не в суду, а в прокуратуре. Это абсолютно нормальная ситуация. Абсолютно нормальная ситуация. То, что у нас органы полиции сотрудничают, взаимодействуют с органами прокуратуры, это не только норма, это хорошо и правильно. В этой части, ну, я думаю, о том, что они проанализируют решение суда, просмотрят еще раз материалы дела, выработают где-то согласованную позицию, тем более, что это абсолютно, опять же, норма. Ну и дальше уже прокуратура, если сочтет действительно приговор суда первой инстанции неправильным, ошибочным, ну, оно выйдет с соответствующим представлением, соответствующей операционной жалобой уже в суд в вышестоящей инстанции. Пока, насколько я знаю, жалобы не поданы ни с одной стороны. Хорошо, давайте переходить к другим темам. Тем у нас еще много. Хотелось бы затронуть один из самых злободневных вопросов, который на протяжении уже нескольких последних месяцев беспокоит и жителей нашего города, и автомобилистов, имею в виду, конечно же, и автомобилистов многих других городов, это проблема с приобретением полиса ОСАГО. Вы автомобилист. Да, сам столкнулся. Вам тема тоже интересная. Вот, расскажите, пожалуйста, свою историю. Потому что я от коллег автомобилистов много всевозможного слышал, но все укладывается примерно в одни рамки. Ну, давайте, моя история сводится к тому, что недавно у моей супруги, которая тоже водит машину, закончился полис ОСАГО, и ей необходимо было оформлять новый. Не верил я в том, что здесь какие-то проблемы возникают, но, тем не менее, столкнулся. После того, как она прошла техосмотр, получила вот этот заветный толочек, обратились мы в компанию страховую, не буду называть, где нам сказали о том, что ужасные сложности с бланками документов, но могут все-таки помочь в оформлении полиса ОСАГО, если помимо страхования автогражданской ответственности будет заключен еще один договор на страховании жизни и здоровья самого водителя. Вот. Мы хлопнули дверью. Пошли в другую страховую? Я поискал по знакомым, нашел человека, который является страховым агентом от нескольких страховых компаний, где мне оформили просто полис ОСАГО без каких-то проблем. Но, на мой взгляд, это, конечно, если это система, исходя из средств массовой информации, что пишут в интернете, ну, исходя из действий антимонопольного комитета, решений судов, которые уже есть, но я вижу там, что это все-таки система. С этим, конечно, надо бороться. Это неправильно, это нарушение, галимое нарушение закона, навязывать потребителю какие-то дополнительные услуги, которые он не хочет получать, это абсолютно неправильно. На самом деле, очень много комментариев по этому поводу поступило от многих ведомств. Да, продолжается борьба за то, чтобы ситуацию эту стабилизировать, чтобы автомобилистам ничего не навязывали. А вот ваш конкретный совет действия в этой ситуации уходить, потому что те же антимонопольщики, они предлагают и рекомендуют не только уходить, но еще и писать заявления, жалобы. В этой части, конечно. Для того, чтобы государство как-то влияло на данную ситуацию, необходимо формальный повод в виде заявления, жалобы гражданина. Такие жалобы уже есть. Господин Молчанов уже занимается подобного рода проблемами, но если мы хотим о том, чтобы таких проблем было меньше, и нам не навязывали какие-то дополнительные, ненужные нам услуги, чем больше мы пишем в государственные органы в данном случае, на мой взгляд, самым эффективным, конечно, является обращение в антимонопольный комитет, который бьют нарушителям антимонопольного законодательства рублем по карману, это самое больное. Я, конечно, убежал из страховой компании, полис себе оформил, но жалобку я написал. Поэтому я призываю не молчать, не терпеть. Если навязывают какие-то услуги, которые вам не нужны, конечно, нужно обращаться. Жаловаться, это понятно жаловаться, но время-то идет. Как быть, если все-таки не удается найти по прежней цене полис ОСАГО? Нет, ездить продолжать. Ну, ездить продолжать это нарушение закона. В этой части существует, конечно, более сложный путь. Более сложный путь, если человек не может, как я, например, найти кого-то, кто поможет ему оформить просто полис ОСАГО, можно соглашаться на те услуги, которые вам навязывают, заключать договор, например, дополнительного страхования жизни, здоровья, чего угодно. Получив тем самым полис ОСАГО, обратным разворотом пишется заявление в эту же страховую компанию, где вы отказываетесь от данного договора, это ваше право, вам возвращают деньги. Просто недобросовестные страховщики как раз рассчитывают на то, что человек просто-попросту плюнет, не будет никоим образом пытаться расторгнуть дополнительный вот этот навязанный ему договор страхования, не будет требовать возврата этих денег. Такие случаи бывают, причем они очень чистые, соответственно, здесь недобросовестные наши товарищи, занимающиеся работой на рынке страхования, пополняют свой бюджет. Ну, вообще, я часто, да, с автомобилистами делаю опросы для автомобильной программы «Траса 101». Очень многие говорят, что, да, действительно, ситуация такая, что вот нужно скорее-скорее его заключить, приближать, там, возможно, работа связана, да, с тем, что нужно крутить баранку. Все, отдали эти деньги, заплатили, полис есть, дополнительная страховка, ну, бог с ним, просили страховщикам. С другой стороны, страховщики, возможно, этим и пользуются, что вот в такой суете, набегу. Ну, возможно, 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 когда у человека нет выбора, у него остается несколько часов до истечения срока действия старого полиса страхования автогражданки, ну, конечно, он не столь свободен в выборе своих действий, ему срочно завтра нужно выезжать в рейс, ему обязательно нужно на любых условиях получить этот полис. Конечно, здесь просто нужно внимательно контролировать, до какого числа, до какого часа действует тот полис, который мы все возим с собой, когда вводим машину. А с поправками в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности вы знакомились? В черне знаком, да. Повышение выплат, до 400 по материальному ущербу, до 500 по ущербу здоровью, другие еще новшества. Как их оценивать? Ну, в большинстве своем я считаю, что это вещи абсолютно назревшие, причем уже достаточно давно. Но, к счастью, наверное, растет благосостояние наших автомобилистов, машины все ездят более-более-более дорогие, тех сумм, которые раньше были... По данным за прошлый год, аналитическое агентство «Автостат», по-моему, публиковало, что для вторая в кредит куплена. Ну, понятно, но тем не менее, люди берут в кредит все более-более-более дорогие машины, на мой взгляд, мои знакомые. Даже если им это не совсем по средствам, они согласятся переплатить, но возьмут что-нибудь более престижное, нежели, например, там, «Лада Ларгус», который продвигается весьма активно. Вот. Естественно, здесь, на мой взгляд, и банковское лобби какую-то силу имеет по-прежнему. В этой части понятно, что если машина, взятая в кредит, пострадает в ДТП, страдает не только человек, но и страдает и тот банк, по большому счету, который этот кредит предоставлял. То есть, на мой взгляд, это вот в этой части, в части повышения размеров страховых выплат, это правильное решение, тем более, что, опять же, у нас мир на месте не стоит, инфляция у нас каждый год, каждый день. Даже та часть, которая предусматривалась на покрытие вреда здоровью и прочее-прочее, зачастую является заедомо недостаточной. Мне кажется, это правильно. Страховщики не устают заявлять о том, что они несут большие судебные издержки, когда автомобилисты идут жаловаться, да, прямо в суды. И вот они, как раз-таки, одна из поправок, там, касается, до начала эфира мы с вами успели поговорить, одна из поправок касается того, чтобы снизить эту нагрузку на суды, создать такие условия, чтобы для начала участники аварии, они все-таки как-то пытались договориться со страховой, чтобы не обращались к специалисту. Вводится фактически обязательный претензионный порядок решения споров подобной категории, то есть до того, как обратиться в суд, автовладелец обязан будет обратиться в страховую компанию для того, чтобы решить вопрос о получении страховой выплаты на низовом уровне, не перетаскивая дело сразу в суд. Иногда это бывает возможно, иногда это очень тяжело, но, на мой взгляд, с точки зрения страховых компаний, вот подобного рода новшества, нововведения, они обоснованы. Почему? Потому что если человек сразу обращается в суд, выиграет его, как правило, страховая компания, помимо того, что она рассчитывается с пострадавшими, она еще должна уплатить весьма порой значительную сумму в государственный бюджет в виде штрафов. Там штраф по линии расходов надзора есть, да? Да, да, да. У нас, смотрите, суды очень часто... Права потребителей, 50%. Да, да, да. У нас суды квалифицируют договоры страхования автогражданской ответственности как услугу, при осуществлении которой в полной мере используется закон о защите прав потребителей, где предусмотрена как раз штраф в размере 50% в год присужденных сумм. В этой части, конечно, страховщики, на мой взгляд, обоснованно хотят сократить свои выплаты. Мне представляется, что это здравая идея абсолютно. Действительно, чем бежать в суд, сначала нужно попытаться решить вопрос со страховой компанией, ведь на самом деле весьма вероятно, что выплата произойдет и без суда. Как Вы думаете, принятие вот этих поправок, которые должны произойти по приказу президента, по распоряжению президента до 1 июня этого года, или я могу ошибаться, не само принятие, а хотя бы проработка вопроса этого детальная, ситуация на рынке ОСАГ стабилизируется, вздохнем и спокойно. Трудно загадывать, конечно. У нас в следующей теме есть, по-моему, вопрос об использовании разного рода нецезурных слов и прочее. Я постараюсь умягчить, а черт его знает. Может быть, стабилизируется. На мой взгляд, здесь как раз не закон плох, а плохие правоприменители. Страховые компании, фактически это же монополисты. Очень правильно, что именно антимонопольный комитет занимается контролем деятельности этих структур. Они могут пытаться любой закон как-то прогнуть пот в себя, с тем, чтобы, опять же, лишнюю рублю нас с вами вырвать и положить себе в карман. Я смотрю на наш сайтах, кирова.ру, увижу вопрос, ваш адрес, задает его Михаил. Не знаю даже, как вы на него ответите, скромно или не скромно. Я напомню нашим слушателям, что Ян Евгеньевич дважды, да, юрист года по версии бизнес-новостей? Дважды. Михаил спрашивает. Ян, оцените, пожалуйста, уровень своей юридической популярности в Кирове по десятибальней шкале. Оба-на. Юридическая популярность. В чем может выражаться юридическая популярность? И что это такое вообще? Ну вот смотрите, я всегда всем, с кем общаюсь, всем своим коллегам, всем своим студентам, кто у меня работает или с кем я сотрудничаю, всегда говорю о чем? Любой юрист должен считать себя самым лучшим. Плох тот юрист, который считает себя вторым. В этой части, ну, давайте так, никто не обнимет необъятного. Я не могу знать все и во всех областях, но стараюсь. И если десятибальную шкалу применять все-таки? Ну, если исходя из слов, что нужно считать себя, по-моему, самым лучшим, 20. Я ответил, по-моему. Ясно. Покажу 11. 11, хорошо. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Да, обращаюсь к нашему звуко-режиссеру. Прервемся. Окей, да. Пару минут и вернемся. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Меня зовут Владимир Сметанин. Немножко мы, да, уже несколько минут назад поговорили о том, что собираемся затронуть тему запрета мата в СМИ. Владимир Путин, президент нашей страны, наконец-то подписал соответствующий закон. Нецензурная брайна запрещена не только в свественных массовой информации, но и в произведениях литературы, искусства, СМИ. Нельзя нецензурно выражаться в ходе концертов, со сцены. Не знаю, может, зрителям тоже запретили. Театральная постановка. Театральная постановка. Группа Енинград будет запрещена. Ну, в первую очередь, наверное, в том числе по ней ударить. Зрелишные развлекательные мероприятия, при показе фильмов, кстати, в кинотеатрах. Штрафы ввели, в общем, административная за это ответственность. Для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 5 тоже тысяч рублей, для юридических от 40 до 50 тысяч. Ну, вот, все мы прекрасно понимаем, что нецензурная братья – это огромная часть нашей жизни. Ну, не буду, конечно, за всех говорить, да, кто-то категорически не приемлется этой лексики. Надо ли регламентировать вообще эту сторону нашей жизни, часть нашей жизни? То есть, устно можно, письменно, в эфире и прочее нельзя. Ну, в целом, почему нет? По большому счету, насколько, опять же, я себе это представляю, норма морали действует везде. Одна ситуация, когда человек случайно ударит себе молотком по пальцу руки и случайно, опять же, в пустоту произнесет пару-тройку слов, которые не рекомендуется употреблять в эфире, например, или в средствах массовой информации. Другая ситуация, когда нецензурщина льется из ящика телевизионного, либо со стороны газеты где-то фигурирует и прочее-прочее. На мой взгляд, это абсолютно нормально, действительно, материться в средствах массовой информации, в интернете, в радиопередачах. Наверное, неправильные эмоции, любые, можно выразить более приличными словами. Причем, на мой взгляд, даже приличными, иногда даже как-то острее получается. Да-да-да, больнее. Больнее даже. Именно таким образом. Всецело поддерживаю. Как наказывать, интересно? Будут ли реальные наказания? Ну, я думаю, что все ограничится. Потому что законы, которые принимаются. Штрафами ограничатся. Ну, здесь, видите, ситуация еще чем сложна. Кто будет отслеживать? Опять же, все это будет, на мой взгляд, на волю случая положено. В этой части законов у нас в России всегда много. Все они достаточно жесткие, но применяются весьма и весьма нестабильно. Действительно, наверное, если где-нибудь кто-нибудь услышит матерное слово или увидит его, он сможет обратиться с соответствующим заявлением и более чем уверен, что матершение будет наказан рублем, но не более того. Благодаря этому нововведению мы что, меньше будем употреблять эти слова? Обращаю внимание, Володя, вот это законоположение распространяется все-таки на публично демонстрируемые какие-то средства массовой информации, публично распространяемые и так далее. То есть, у себя дома, слава Богу, мы можем обсуждать что угодно и не стесняться выбросов. Да. Вот, или своими компаниями, в общем, не публично как-то, без использования средств массовой информации, радиоэфира, телетрансляции и прочее. Ну, касаясь тех же театральных постановок, я думаю, что актеры найдут выход из этой ситуации, когда продемонстрировать нецензурное слово можно не именно, не обязательно речью, а жест какой-то сделать, и всем станет порядка. Можно табличку нарисовать и просто демонстрировать ее. Пострадает масса писателей, драматургов, сценаристов, которые очень часто, как раз, наверное, для целей художественных, бытописания, как раз включают ненормативную лексику в свои произведения, бедный Лимонов, бедный Шнуров. Постепенно мы так перешли к блоку каких-то запретительных мер. Событие не новое уже, но все-таки хочется спросить, потому что вы человек, пишущий, все те, я имею в виду, да? Госдума приняла такие в окончательном стене законы, по которому блогеры обязаны придерживаться правил, характерных для средств массовой информации, не трогать частную жизнь, проверять достоверность информации, не писать всевозможную нелепицу, недостоверные данные. Это все относится к блогерам, число уникальных подписчиков, которые, по-моему, 3 тысячи достигают. Я считаю, что подобного рода инициатива является Евич, и почему? Ну, как раз, даже без подобного рода каких-то законодательных актов, любой гражданин, любой журналист, любой блогер, любой автор любой страницы в любой соцсети должен придерживаться определенных норм морали и положений, в том числе и Гражданского кодекса Российской Федерации, который прямо запрещает публиковать непроверенную информацию, оскорблять другого человека, унижать его честь и достоинство и прочее, 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 прочее. По большому счету, я не знаю, чем была вызвана подобного рода инициатива, инструментария для того, чтобы запретить материться в интернете, запретить блогерам писать непроверенную информацию, как-то уничижать честь и достоинство другого человека. Достаточно без подобного рода отдельных каких-то нормативных актов. Ну, вот и точка зрения о том, что это направлено на конкретных блогеров. Наиболее читаемых и непопулярных у вас. Ну, может быть. По большому счету, на мой взгляд, подобного рода вещи с запретами никак невозможно устранить, просто запретив. Ну, запретили, закрыли Роскомнадзор, блок Алексея Навального, перешел он в зону Ком, перенес сервер куда-то за границу, так же вы все читают, все прекрасно знают, как это можно сделать. Я припоминаю, вы активно пользуетесь сервисом Фейсбук, да? Я в основном, да. Да, Фейсбук. Тоже слышали о том, да? Слышали. Предложение одного из муниципальных депутатов, московских предложений запретить это социальное средство, он мотивирует тем, что все данные пользователей хранятся на зарубежных серверах. И в случае чего эти самые иностранные спецслужбы будут использовать эту информацию о наших гражданах против наших граждан. Не лепится? Абсолютно. Есть разумное дело? Нет, по-моему, не лепится абсолютно. Наша Государственная Дума, на мой взгляд, может принять любой закон, включая то, чтобы Солнце всходило по ночам, а Луна вообще исчезла с неба. Но, тем не менее, это не означает, что для Фейсбука, который является вообще-то иностранной компанией, зарегистрирован вне пределов юрисдикции Российской Федерации, и сервера его основные находятся там же, этот закон будет иметь какое-то значение вообще. Это примерно то же самое, что если, например, Зимбабве какой-нибудь будет приписывать Соединенным Штатам, как себя вести, либо Российской Федерации, как себя вести. Начхали мы такой закон. Опять же, интернет, на мой взгляд, хорош тем, что он предоставляет пользователю массу свобод, которых у него даже в обычной жизни, по большому счету, и нет. Возможность надеть другую личину. Ну, может быть и так, но, тем не менее, свободно обмениваться информацией. В этой части, ну, если Российская Федерация как-то заблокирует доступ для своих пользователей через наши сервера, к сети Facebook, живой журнал, да что угодно, собственно говоря, к тем сервисам, которые позволяют людям просто обмениваться информацией, выражать свое мнение и прочее, прочее, выход всегда можно будет найти. Существует масса программ, с помощью которых можно обходить те запреты, которые вводятся в отношении каких-то сайтов. Но это против закона? Почему? Причем в плане закона? Ну, давайте так, ответственности за то, что я читаю что-то, никакой нет. Если Навальному, например, запретили или заблокировали обычный доступ к сайтам Навального, мне лично никто не запрещал туда попадать через какие-то обходные публики. И ведь Федеральная служба безопасности тоже поддержала эти инициативы и предложила свою, запретить такие сервисы, как Skype, Gmail, Hotmail, якобы наши фейсбашники не могут контролировать переписку этих серверов. Нет, идея здесь понятна абсолютно. А идея здесь понятна абсолютно. У нас исторически государство крайне любит контролировать все и вся, и вообще было бы лучше, если бы все граждане ходили с троем, участвовали в ежеутренних перекличках и всем сообщали, где в какой момент они находятся. Ну, на мой взгляд, опять же, идея понятная, но идея неосуществимая с точки зрения практики. Не говоря уже о том, что, опять же, для непосредственно Google и прочее-прочее, решения городской думы Кировской, Государственной думы Российской Федерации, Федерального собрания и уважаемого Владимира Владимировича Путина, никакого значения иметь просто не будут, они просто посмеются. Ну, напакостить рядовым пользователям в части блокирования доступа к Gmail, Mail, Skype, чего попало, наверное, можно. Но, опять же, найти возможности, как этот запрет обойти легально, с точки зрения закона, и продолжить пользование, наверное, возможно. Хотя, конечно, я допускаю о том, что вариант Северной Кореи тоже есть. Давайте тогда от обратного, да, толкнемся, вернее, от вашей позиции. Ну, вы как активный пользователь, да, Северной Паутины, вам что попадается на глаза, что бы вы запретили? Да, вот так кардинально поставлю вопрос. Да я бы ничего, собственно говоря, не запрещал. Или что-то нужно под контроль взять под особой? Ну, я знаю о том, что введены в специальные Роскомнадзором уже фильтры в части детской порнографии. Ну, это, конечно, мерзость, которую, на мой взгляд, запрещать можно и нужно. В то же время, с точки зрения практики, я знаю о том, что здесь, в части борьбы именно с этой мерзостью, очень часто случайные люди попадают под раздачу. Ну, все остальное я бы оставил как есть. Больше, на мой взгляд, ну, чего, ну, отслеживать объявления о заказных убийствах, ну, нет смысла запрещать, это нужно просто контролировать. Уже давным-давно запрещена продажа наркотиков, и нет необходимости как-то специально уточнять норму закона, что она запрещена и в сети интернет тоже. Ну, насколько я знаю, ФСКН чудно контролирует сети в части подобного рода предложений. Весьма успешно причем. Вот, да. Наверное, ничего бы вообще, кроме названного, не стал отдельно запрещать. Остается у нас несколько минут, время, можно сказать, обеденное. Вот хотелось бы сейчас, да, на общепитовскую тему-то поговорить. Это слова того же президента Путина о том, что надо составлять нам конкуренцию всемирно известной сети Макдональдс и развивать пункты быстрого питания на основе русской кухни, чтобы было быстро, чтобы было полезно, чтобы было... В качестве примера он привел беляши, чак-чак, который входит в обязательный состав татарской, да, в том числе? Чак-чак крайне вредная вещь, она очень сладкая. Осетинские пироги мне нравятся, сказал Путин. В общем, давайте как-то питанием займемся. У нас же еще уже есть. Я бываю в Москве, там есть чудная сеточка, называется «Крошечка-картошечка». Это когда в фольге продают запеченный картофель с разного рода добавочками. Дают тебе ложечку, ты можешь его там выезти. В Кирове есть чудная мини-сеточка «Донар-Бистро». Причем, не сочтитесь за рекламу, насколько я знаю, потому что они мои клиенты, там несколько коробок документаций, как должны готовиться те продукты, которыми они торгуют, как контролируются качество и прочее, прочее. Дай бог Макдональдсу. Развивается все постепенно, потихоньку, помаленьку. Хотя, конечно, быстрое питание само по себе не так полезное и вкусное, как нормальные какие-то столовки, кафешки, рестораны. В общем, если заключить, так подытожить. Предприниматель сами разберется. Ну, собственно, что им готовить, на что делать став? По большому счету, в 90-х годах, когда у нас только-только установился рынок, мы к этому же и шли, о том, что рынок решает сам. Нужно кировчанам, например, больше точек общественного питания, давайте их сделаем. Это дело предпринимателей. Если они будут торговать лучше, интереснее, вкуснее, дешевле, чем Макдональдс, Макдональдс загнется первым. И еще один вопрос. У нас сейчас такое, если позволите, между праздничьи. Первое мае позади, 9 мае, великий праздник у нас накануне. Многие отмечают, что на 1 мае у нас в стране была какая-то небывалая активность. Огромное количество людей вышло на мероприятия на свежем воздухе. Это и традиционные первомайские демонстрации, в которых преимущественно участвуют люди. Жилого возраста, это и всевозможные другие течения. Вы чем занимались с 1 мая? Огородными делами. Вы всегда были далеки к этим демонстрациям? Нет, в свое время все мы вышли из Советского Союза, конечно, на демонстрации я ходил. Но как-то это было всегда из-под палки. Шоколадки вручали участникам демонстрации. Книжки раздавали раритетные достаточно в советское время, которые сложно было купить. В настоящий момент, ну, хотят люди подемонстрировать что-то в 1 мае. На здоровье, пожалуйста. Я считаю майским праздником это все-таки День Победы. Вот этот рост активности не является ли это проявлением сознательности, гражданского общества, развития? По статистике рост любой активности весной и осенью, конечно, растет. В определенном смысле, да? Ну, да. Ну, наверное, наверное. Если люди выходят куда-то на митинги, что-то требуют от власти, ну, можно только это приветствовать. Другой вопрос, чтобы это было все-таки разумное требование, а не требование немедленного всеобщего счастья и прочее прочее. Девятый мой, пойдете на демонстрацию? Девятый мой схожу, схожу, схожу с тем, чтобы огорчиться, с тем, чтобы огорчиться. Меня, на самом деле, это всегда огорчает о том, что непосредственных участников Великой Отечественной войны с каждым выносится все меньше, 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 меньше. Это плохо. И, собственно, как передавать потом эту память, эти слова, эти воспоминания? Ну, многие из них пишут, на мой взгляд, вот как раз в части сохранения памяти в Великой Отечественной войне и прочее, прочее. Очень интересно всегда читать записки не профессиональных писателей, а записки непосредственных участников тех или иных событий. Знаю, почему у меня дед, оба деда, один до Курской битвы воевал, другой до Победы, оба оставили небольшие записульки. Очень интересно. На самом деле, там есть такие факты, которые в литературе, в кино и прочее, они просто не озвучиваются. И почитать, посмотреть, как конкретно человек относился к тем событиям, которые имели место быть, это действительно то же самое, что окунуться в ту бушу событий, которое было когда-то. Ну что ж, давайте подвиг наших предков помнить. Сдем победы у вас, наших слушателей. Да, завершается особое мнение. Это особое мнение Яны Чеботарева, юристов. Спасибо большое. Меня зовут Владимир Сметанин. До новых встреч. До свидания. Спасибо.